Ребят, давно о рывках и прорывах мы с вами не говорили. Вот сегодня очередное потрясающее сообщение с самого утра прилетело. Коллеги знаком, российский фондовый рынок рушится второй день подряд из-за провальных переговоров РФ, США и НАТО и резких заявлений представителей Министерства иностранных дел. Короче, индекс Мосбиржи опустился на 3600 пунктов. Это, короче, 2,2% индекс РТС обновил локальный минимум, рухлых ниже 1500 пунктов, на 1,7% упал. Вот в мае в последний раз 2021 года он так падал, вследствие чего акции российских компаний Газпром, Сбербанк, Русал, Норникель, ВТБ, Новотек упали от 2 до 8%, дамы и господа. То есть на 8% наша замечательная российская экономика в очередной раз просела. И это вот при том, что еще недавно, тут буквально на днях, Силанов сделал громкое заявление, что мы вот опять вывели экономику, да, там, на какой-то там уровень, мы опять одерживаем какие-то очередные победы. Слушайте, когда этот бред закончится? Когда этот бред вообще закончится? Реальная журналистика, коротко о главном, погнали! Я понимаю, что многим вообще наплевать. Вот многим наплевать, потому что, ну, многие не понимают, какие-то там акции упали в цене, да меня это вообще как касается. Ребята, я вам расскажу, что касается еще как. Во-первых, повторюсь, просела вся экономика России. Это крупная экономика, крупный бизнес. Вот он подешевел на 8%. Откуда-то как-то эти деньги теперь надо восстанавливать. Упали вот эти индексы, это значит, что упала инвестиционная привлекательность нашей страны, то есть иностранные инвесторы, да, они не будут вкладывать свои деньги в наше предприятие. То есть денег не будет, их надо где-то искать. Единственный вариант, который я вижу, это пойти искать клад. Помните, как дядя Федор со своими друзьями, там, с котом и собакой, чтобы корову купить, пошли и вот искали клад. И ладно бы, тому бы какие-то объективные предпосылки поспособствовали. Так ведь нет. Мы опять оплачиваем путинские понты, дамы и господа. Мы в очередной раз оплачиваем путинские понты. Зачем? Нафига козе баян? Вот они там детородными органами меряются. Вот эти вот замечательные ребята. А нам по башке прилетает. Понимаете, потому что что значит? Думаете, вот эти вот олигархи, которые владеют вот этими вот замечательными компаниями, там какой-нибудь условный Греф, какой-нибудь условный Виксельберг, какой-нибудь условный Потанин, бросятся себе в чем-то отказывать? Да нет. Это значит, опять начнется бомбежка по Воронежу. Вот они там бодаются со штатами, потому что они заставляют штаты, давайте вернитесь в границы 97-го года, имеется в виду НАТО, да? Мы не хотим, чтобы НАТО там развивалась в сторону Востока, в сторону нашей страны. Но они же понимают, почему это происходит. Потому что Путин, на самом деле, одерживает поражение за поражением. Он потерял уже всех друзей из числа бывших союзных республик. У нас друзей-то не осталось. Ведь откуда появляются все вот эти вот НАТОвские части возле российских границ? Путин поссорился с Украиной. Украинцы туда собираются пригласить НАТОвские войска. Потому что Украина, в общем, маленькая страна. А сегодня у них там на юге, да, в ЛНР, в ДНР. Опять же, наши их там нет и пакостят. Им надо как-то защищаться. Я их прекрасно понимаю, кто это сделал. Это сделали наши чиновники. Поэтому на кого обижаться? И так вот любую страну, посмотри, с Грузией поссорились. Да, с Ереваном не сегодня-завтра поссоримся. С Азербайджаном не сегодня-завтра поссоримся. Там очень натянутые отношения. С Казахстаном уже поссорились. Что дальше? А экономика просаживается. За счет чего, повторюсь, где брать деньги? Извин, я понимаю, что огромное количество бюджетников, 35 миллионов человек у нас, я много раз говорил, да, это почти половина работающего населения, дееспособного. Они задействованы, работают в каких-то бюджетных организациях. Они не особо заморачиваются, откуда берутся эти деньги. Просто им пару раз в месяц, вот на такой вот смартфон, да, приходит смс-ка, что на ваш счет поступил аванс, на ваш счет поступила зарплата, там, условно, 5 и 25 числа каждого месяца. Они не особо задумываются, откуда эти бабки берутся. А они берутся из наших налогов. И в первую очередь, конечно же, из налогов, которые платят за бизнес. В том числе. Сегодня по бизнесу опять нанесли удар. Крупный бизнес просел. С малым и средним бизнесом мы прекрасно понимаем, вот с этими антиковидными ограничениями, они в полу***днице прибывают. Они в полной з***днице прибывают. Уже дошло до того, это я в большом выпуске реальной журналистики вам расскажу, буквально завтра. Дошло до того, что вот ребята уже говорят, слушайте, губернаторы в регионах говорят, нет, мы не хотим вводить эти антиковидные ограничения назад, мы не хотим их возвращать, вот эту вот систему QR-кодов. Потому что губернаторам стучат по башке, да, местные какие-то элиты, которые говорят, братан, бабки теряй. Мы теряем деньги. Ты нам закрыл эти торговые центры, какая-то Голикова с этой пандемией бабло гребет лопатой, а мы-то чего? Мы-то кто? Мы теряем деньги. Уже в некоторых городах, таких как Санкт-Петербург, да, предприниматели в позу встали. В позу встали, просто объявили, мы будем эти ваши QR-коды игнорировать, потому что мы несем убытки, мы не хотим потерять бизнес. То есть, грубо говоря, предпринимателям сегодня, мелким предпринимателям, тоже нечем платить налоги. И, ребят, откуда будут браться вот эти вот деньги? Начнет снова работать, значит, штрафодобывающая промышленность. Только штрафовать уже вот некого, да, и не на что. У людей уже денег совсем не осталось. Вот опять же в завтрашнем выпуске вам расскажу. Мы бьем рекорды, вот по итогам декабря мы побили рекорды по количеству потребительских займов. За 30 лет рекордную сумму люди назанимали почти там полтора триллиона рублей. Перед Новым Годом люди пошли вот в микрокредитных организациях. Ну, вот эти вот быстроденьги, вот эти вот ростовщики, да, в банках в тех же. В общей сложности полтора триллиона людей денег нас занимали, чтобы собрать новогодний стол. Вы представляете, насколько все хорошо, если просто, чтобы отметить Новый Год, российский гражданин идет и занимает бабки. В банки, в микрокредитки, где угодно. Мы же понимаем, что это невозвратные деньги в очередной раз. Подавляющее большинство людей просто не смогут их вернуть. У нас и так уже закредитованность населения превышает ВВП страны. Причем уже там хорошо превышает. Бюджет нашей страны превышает, да, количество людей, которые торчат по потребительским кредитам. Это не есть хорошо. И экономика просаживается и просаживается, повторюсь. И ради чего? Ради того, что кто-то там колотит понты. Вместо того, чтобы сесть и по-человечески о чем-то договориться, этот Лавров опять включил распальцовку. Это пришибленная Захарова, вечно пьяная, какую-то фигню несет. Газета «Коммерсант» Елена Черненко. Спасибо большое. Сергей Викторович, в конце прошлого года вы, говоря о западных партнерах, вспоминали Камасутру. В начале этого года вы вдруг заговорили об их импотенции. Что произошло за праздники? По-моему, ничего не изменилось. Куча каких-то мурламоев, пропагандистов, да, инфторят, рассказывают вот эти вот сказки, ох, мы им показали, ох, Путин-то, да, вот эти несостоявшиеся переговоры, Путин-Байден, это все равно была победа Путина. В чем победа? Ни хрена себе победа. На 8% рухнула стоимость акций российских предприятий. А что тогда считать поражением, когда они на 80% упадут? Ладно. Переваривайте, увидимся, услышимся завтра в реальной журналистике. Пока-пока.